Всем привет, друзья! С вами Серж. У меня есть сегодня новость о конце света. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте мысли по этому поводу в комментариях, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Поехали! Астрофизики из Европы заявили о том, что на данный момент к Земле движется метеорит, способный привести к концу света. Диаметр небесного тела составляет 340 метров, а его масса составляет 55 миллиардов килограмм. Вероятное столкновение с небесным телом может состояться уже в октябре этого года. Предполагаемая дата конца света – 3 октября 2019 года. Речь идет о метеоре под названием 1979XB. В настоящий момент он приближается к Земле со скоростью в 70 тысяч километров в час. Ученые говорят о том, что это небесное тело может приблизиться к планете на опасное расстояние, и это приведет к непредвиденным последствиям. Вместе с тем, нет повода для реальных опасений. На данный момент существует множество потенциально опасных небесных тел, которые могут уничтожить планету. Но вероятность такого происшествия слишком низка. Помимо прочего, еще одной угрозой существованию планеты ученые называют и другой астероид. Это небесное тело под названием Апофис. Сейчас он располагается в 200 миллионах километрах от нашей планеты. Но через 10 лет это расстояние прогнозировано уменьшится до 30 тысяч километров. Размеры Апофиса колоссальны. Они превышают размеры четырех футбольных полей. Такое небесное тело представляет реальную опасность в случае сближения с планетой. Вместе с тем, есть и те, кто говорят о том, что 2010 РФ-12 не принесет большого ущерба планете при столкновении. Он сгорит при попадании на Землю, и ущерб от него не превысит ущерб от Челябинского метеорита, который упал в 2013 году. Помимо прочего, ведется наблюдение и за метеором под кодовым именем 2000SG344. На данный момент он располагается далеко от Земли, но вместе с тем, он движется в сторону планеты. Ежесекундно метеор приближается на 1,3 километра. Но данное небесное тело передвигается вокруг Солнца, а потому астрономы могут предсказать возможное сближение и заявить о потенциальной угрозе, если таковая возникнет. Конспирологи вновь напомнили о конце света, связанном с Нибиру. Несмотря на доступность информации и достаточно высокое качество образования, конспирологи по всему миру говорят о том, что планета Х существует и, более того, может столкнуться с Землей. Вместе с тем, дата этого происшествия постоянно сдвигается. Поклонники конспирологических теорий говорили о том, что Земля будет уничтожена благодаря Нибиру, и произойдет это в начале 2019 года. Ожидаемо. Никакой конец света так и не случился, из-за чего конспирологи заявили о том, что произошло это лишь по причине снижения скорости движения Нибиру. Астрономы никогда не видели планету Нибиру. Не существует ни единого весомого доказательства ее существования. Но это не мешает появлению все новых и новых конспирологических теорий от сторонников ее существования. К примеру, западные конспирологи говорят о том, что правительства мировых государств располагают информацией о планете Х и знают о том, что катастрофа неизбежна, но при этом скрывают эти данные от людей, дабы не сеять панику. Помимо Нибиру существует еще несколько популярных версий гибели Земли. Это изменение гравитационного поля планеты, которое будет иметь катастрофические последствия, а также взрыв Солнечной системы. Исследователь Дэвид Монтейн долго изучал древние тексты и пришел к выводу, что глобальная катастрофа должна случиться 21 декабря 2019 года. Якобы другие планеты будут воздействовать на Землю, и все живое будет уничтожено. Подобные предсказания уже появились ранее, но тогда даты конца света было 21 декабря 2012 года. Эта конспирологическая теория ожидаемо оказалась ошибочной. Ставьте лайки, друзья, оставляйте много-много комментариев, также подпишитесь на мой YouTube канал и расскажите об моем канале своим друзьям. До новых встреч, пока!